Привет, на связи МК. Сегодня говорим про новые Intel N-процессоры. Сердце всех дешевых мини-пк и ноутбуков. Посидеть в интернете, посмотреть ютубчик, написать документ в Word, для этого не нужны дорогие девайсы. Но об этих камнях нужно знать, если вы не хотите за 10-20 тысяч купить себе пережиток атомного прошлого, для которого запуск даже Windows 10 уже подвиг. Линейка процессоров Elder Lake N, названного в честь живописного ольхового озера, неподалеку от Уфы, окруженного луговыми степями и березовыми лесами, где один за другим ловятся небольшие золотые карасики. Полностью новая архитектура, поддержка всех необходимых инструкций, разумеется, совместимость Windows 11 и буст производительности в рамках десятка ватт. Сегодня выясним, на что способен самый популярный представитель N100, как он тянет игрушки и рабочие задачи, можно ли на нем смотреть ютуб в 4К, и как Intel намеренно его задушила. На связи МК, меня зовут Михаил Крошин, я никуда не делся, спасибо за комментарии под прошлым роликом. Работаем дальше. Говорим о самом популярном, недорогом процессоре для мини-пк и ноутбуков. Поехали! Сегодня компьютерное зрение и нейросети применяются не только на улицах больших городов, в банках и для контроля на производстве, но и в медицине, даже при диагностике онкологий. Компьютер Vision обещает стать одним из самых востребованных направлений в ближайшем будущем. Стартовые зарплаты CV инженеров начинаются от 120 тысяч рублей, достигая полумиллиона в месяц. Стать таким специалистом вы можете на онлайн-магистратуре от ТГУ. Он совместно со Skill Factory запускает программу по компьютерному зрению и нейронным сетям. Обучение начнете с АЗОВ, плавно двигаясь к сложным задачам. Подготовить для Marketplace систему продуктового матчинга товаров, которая поможет понять, как товар с одной площадки продается на другой. Или, например, создать систему, которая визуализирует примерку товаров на 3D-модель человека. Для поступления необходим любой диплом о высшем образовании, а обучение можно проходить в любой точке мира с гибким графиком и сохранением всех студенческих льгот. Отсрочка от армии, стипендии на конкурсной основе и господдержка, с которой стоимость обучения всего от 240 рублей в месяц. С помощью суперкомпьютерного центра Сайберия от ТГУ вы сможете обучать нейросети и решать сложные задачи. Преподаватели курса, ведущие специалисты в сфере Machine Learning и Computer Vision. А индустриальным партнером программы будет Rubius, разработчик IT-решений, который входит в номер один в списке лучших разработчиков ПО в России по версии The Manifest 2021. По окончанию обучения вы получите государственный диплом ТГУ и мощное портфолио. Оставляйте заявку на магистратуру прямо сейчас и получите доступ к бесплатным подготовительным курсам и мероприятиям от ТГУ, которые помогут успешно пройти вступительные испытания в числе первых. Прием на программу уже идет. Количество мест ограничено, переходите по ссылочке в описании. Успехов! Как вы знаете, три года назад с анонсом LJ1700 синий техногигант решил пойти по пути ARM, разбив ядра в своих процессорах на две архитектуры – высокопроизводительную Golden Coff и энергоэффективную Gracemont. Теперь топовые камни линеек Core i5 и выше имеют внутри кокосовый микс. P-ядра отвечают за тяжелые задачи и игры, а E берут на себя системные процессы и по мере сил помогают в вычислениях. Такой подход в десктопах оказался спорным. До сих пор хватает софта, который плохо работает с разноядерными процессорами. Мы показали это в одном из роликов с урезанием 20-ядерного 14700K. Но если вместе эти две архитектуры дружат так себе, то вот по отдельности они и дюжи хороши. Владельцы 12100 и 12400, только с большими ядрами, не дадут соврать. Для дешевых ноутбуков и мини-ПК Intel решила зайти с другой стороны. P-ядра для них слишком горячо и жирно. Вот вам E. Так и родилась линейка Elder Lake N. По сути это только малые ядра. Мы помним линейки Intel Atom, из которых позже родились мобильные Celeron и Pentium серии N3000. Описать работу на них можно словом «боль». Недавно мы показывали возможности двухъядерного Celeron N3350 в дешевом ноутбуке, где даже простейший серфинг в интернете давался с дикими тормозами. А ведь устройства на таких дохлых камнях массово продаются до сих пор. С релизом серии Jasper Lake у дешевых компьютеров появился шанс. 10 нанометров и до четырех ядер с бустом под 3 ГГц. Но снова очень сильно урезанная архитектура без поддержки даже первых инструкций AVX. Поэтому приход Elder Lake N изменил все. Больше никакой атомной архитектуры, те же ядра, что и в i9, поддержка инструкций AVX2 и кэша третьего уровня, совместимость с DDR5, обновленная интегрированная графика. В общем, это действительно первый рывок со времен Intel Atom. Но, разумеется, есть нюансы. Абсолютно все чипы Elder Lake N поддерживают только один модуль памяти. В случае с DDR5 это дает двухканальный режим, но общая ширина шины те же 64 бита. Поэтому никаких рекордов по пропускной способности. Реальный уровень лишь 30 ГБ в секунду, как у самой простой DDR4-2133 в двухканале. Зато низкие задержки. Всего 40-45 нс. Далеко не каждый топовый Intel может похвастаться таким же результатом. Быстрая память критично важна для интегрированной графики. Но Intel решила дополнительно разделить мобильные линейки процессоров, чтобы N-серия не конкурировала с Core i. Про двухъядерные модели забываем. На дворе 2024 год. Четырехъядерники N95, N97, N100 и N200 по процессорной части очень близки. Малые ядра незначительно отличаются только частотами на уровне 3,5 ГГц. Разброс в теплопакетах вообще не важен, редко какой производитель их соблюдает. Основное различие в интегрированной графике. Количество вычислительных блоков может быть аж 16 до 32. Поэтому главный вопрос, имеет ли смысл переплачивать за старшие камни ради встройки. Это мы сегодня и узнаем. Отдельно стоят N300 и N305, которые Intel зачем-то обозвала Core i3. Хотя настоящие ноутбучные процессоры с этим индексом имеют по два производительных ядра. Здесь их нет. Зато мелких отсыпали от души, аж 8 штук. Заодно максимальная графика, 32 блока. Но оперативка все равно в одноканале. Да и дискретную графику не подключить. Поэтому возникает вопрос, что из этого зоопарка стоит брать. Проверять все 10 процессоров нет никакого смысла. Достаточно взять N100 и перевести его результаты на другие модели линейки. Эти процессоры сейчас массово ставят в дешевые миники и ноутбуки. По скидке я поймал вот этот Acer Aspire Lite 14 за 21 тысячу рублей. В нем как раз стоит N100 с активным охлаждением. То есть для камня созданы идеальные условия. Давайте смотреть, что он может. По классике начнем с CPU-Z. Intel N100 радует полным набором инструкций на уровне более старших процессоров. Все по-взрослому. В наличии 6 мегабайт кэша третьего уровня. Во встроенном бенчмарке сотый выдал результат около 4-ядерного Core i5-6400. Добротного Skylake'а из 2016 года с TDP в 65 Вт. Но не спешите делать выводы. Во вкладке с информацией о памяти видно, что контроллер ОЗУ работает лишь на четверти частоты стокового модуля DDR5-4800. Это худшая конфигурация памяти, которая вообще только может быть. Мало того, что модуль всего один и на 8 гигов, из-за чего физически имеется только 4 банка из 8 возможных, так еще и контроллер максимально урезан. Впоследствии этого можно увидеть в тесте архивации 7-Zip, которому важна быстрая память. Четыре энергоэффективных ядра в нем оказываются на уровне одного ядра Ryzen 7600X, но с быстрой DDR5-7200. Поэтому любые задачи, связанные с ОЗУ, явно не сильная сторона Elder Lake N. Зато N100 хорош в вычислительных тестах, которые опираются только на кэши ядра. 3000 баллов SignBench R23 – это уровень мобильных двухъядерных Core i3 11-го поколения, ноутбуки с которыми до сих пор стоят в полтора раза дороже. При этом потребление обновленного атома не превышает 12 Вт. Смешные цифры даже по меркам мобильных консолей. Это вдвое выше официальных спецификаций, поэтому нет никакого смысла переплачивать за старший Elder Lake N в погоне за жирным TDP. Но даже двойного теплопакета не хватает, чтобы процессор работал на максимальной частоте. В жестком тесте он чутка не дотягивает до 3 ГГц. Упора в систему охлаждения нет, большой вентилятор и радиатор с тепловой трубкой играючи справляется с N100. Его температура не добралась даже до 70 градусов. По меркам современных ноутбуков это великолепный результат. В тесте Geekbench 6 четырехъядерный N100 вновь показывает уровень не самого старого мобильного двухъядерника i3 11-15G4, потребляя в два раза меньше энергии. Такой прогресс мы одобряем. Раз у нас уровень не самых старых лэптопов, предложим N100 новый Photoshop. Свежий рейтинг видеокарт дался мобильному четырехъядернику трудновато. Обилие текста вызывает ощутимые подтормаживания и даже помощь интегряшке ситуацию не спасает. Работать в целом, конечно, можно. В обработке более простых картинок проблем вообще никаких не будет. Да что там говорить. Сота исправляется даже с простой обработкой видео в премьер. Спасибо работающей здесь графике и привет AMD. 2К ролик шустро обрезается, превью не лагает. Редактировать снятые на смартфон видосы у вас точно получится. Быстро по встроенным тестам AIDA64, где наблюдается серьезный разброс. Целочислительный бенчмарк CPU Queen ставит мобильный четырехъядерник на уровень старых Core 2 Quad. А вот в тесте обработки фотографий результат близок к не самому старому флагманскому i7-7700K с теплопакетом в сотню ватт. В тесте сжатия данных опять вылезают уши от медленной памяти. N100 находится на уровне четырехъядерных i7 первых поколений. Зато с шифрованием данных у новой архитектуры никаких проблем. Мобильный камень на 10 ватт достигает старых шестиядерных серверных Core i7. И браузерные тесты подтверждают, что N100 легко дается серфинг. 150 баллов в JetSteam и 10 попугая в третьем спидометре выводят младший Elder Lake N на уровень Ryzen первых поколений. Воспроизведение 4К в 60 фпс на ютубе не вопрос. Процессору, конечно, тяжеловато, но видео идет плавно и не глючит даже на перемотках. К тому же интегрированная графика, способная декодировать VP9 по мере сил помогает. К слову, обстройки. Никакого названия тут нет. В GPU-Z она определяется просто как Intel UHD Graphics. Архитектура Gracement, как и в более старших Intel, в наличии 24 вычислительных блока. Это уровень UHD 730 из Core i5. Но вот частота порезана почти вдвое, до 750 МГц. Есть поддержка DirectX, но без Ultimate. Трассировки нет. GPU-Z неверно определяет шину и пропускную способность. Никаких 256 бит при 300 гигабайт в секунду, разумеется, здесь нет. Графика работает по 64 битам и использует одноканальную DDR5 с 30 гигабайтами в секунду. Именно поэтому результат в 3DMark Time Spy печальный. Всего 330 баллов. Это уровень затычки NVIDIA GT 730 из 2014 года. Результат процессора не сильно лучше. 2300 баллов набирает некогда народный двухъядерный i3-6100, которому уже 8 лет. Поэтому никакого вашего гейминга, только рабочие ценности. Даже синтетика как бы намекает, что игры последнего десятилетия выдадут в лучшем случае слайдшоу. Начнем сразу с доты. Valve отлично заточила ее под игровые утюги, но даже тут N100 давит из последних сил. На всех минимальных настройках графики в Full HD можно получить 50-60 FPS в среднем, с просадками до 35 в замесах. Интегряжка работает на максимальных 750 МГц. Тут явный упор в процессор, несмотря на то, что он доходит до 3 ГГц. В целом, конечно, так играть можно, но без комфорта. А вот мир танков в очередной раз меня удивляет. Картошка, наверное, следующий претендент, чтоб, как Doom, запускаться на всем чем угодно. На низких настройках графики в Full HD мобильный четырехъядерник временами выбивают сотню кадров. Поэтому попробивать броню сотый вам даст, если не смущают простые текстурки из уровня мобильной версии. Повысить настройки до средних не получится. Кадры резко падают к 20 при полном упоре в графику. Вторая контра в принципе неиграбельна. Наблюдается идеальный баланс. Видеокарта и процессор нагружены под сотню. Даже при 900p с включенными апскейлерами на производительность, кадры прыгают около нестабильных 30 и 40. Для быстрого шутера это откровенно мало. Упор в процессор делает бессмысленный маневр вниз по разрешению. Попробуем исправить ситуацию. На дне ноутбука есть небольшой лючок, за которым прячется единственный слот DDR5. Установка модуля на 16 гигабайт должна решить сразу две проблемы. Во-первых, теперь будет полное чередование банков. Во-вторых, 8 гигабайт для современной системы с интегрированной графикой откровенно мало. Что бы Apple вам не говорила. В тесте AIDA64 вообще никаких изменений. JEDEC он и в Африке JEDEC. Выше 4800 при 40-х таймингов не прыгнуть. В BIOS по старой ноутбучной традиции минимум полезных настроек, поэтому придется терпеть. Но даже банальный апгрейд памяти до 16 гигов сделал доту слегка приятней. Игра съела сразу 10 гигов ОЗУ и теперь реже обращается к SSD. В целом это немного подняло FPS, но все еще в тяжелых баталиях находится на грани играбельности. В танках вообще никаких изменений. Игре на низких настройках хватало 6 гигабайт памяти. Мы ожидали повышения FPS на 10-15% благодаря полноценному модулю, как это было в случае с Ryzen. Но чудо не случилось. Контроллер все так же работает на одной четверти от частоты и упор явно в него. Поэтому все трепыхания с памятью фактически здесь бесполезны. Для большинства задач, с которыми этот ноутбук может справиться, хватит и 8 гигабайт ОЗУ. Получается что? Apple была права. Для N-процессоров докупать модуль на 16 гигов стоит только в том случае, если вы планируете открывать пару десятков вкладок в хрома. Но в таком случае может не вывести уже процессор. Ладно, с киберспортом у N100 есть проблемы. Запустим классику Fallout New Vegas, который вновь стал популярен после выхода сериала. Но и тут чудо не случилось. Даже в игре из далекого 2010 года Elder Lake N тошнит. И это максимально странно. По своей производительности энергоэффективные ядра находятся около Скайлейка, чего для однопоточной игры 15-летней давности должно хватать. Судя по всему, снова упор в крайне медленную память, которая мешает раскрыться процессору. Поэтому даже на минимальных настройках графики в простой локации в боях бывают просадки к 40 FPS с фризами и при нагрузке на 2 трети у интегряшки. Играть так, конечно, можно, но пустошь вас будет нагибать. С оригинальным Skyrim 13-летней давности ситуация не лучше. Игра умеет использовать многоядерность процессора и упор всегда в интегрированную графику. Но урезанная память снова все портит. Нестабильные 40-50 FPS в бою с эффектами, конечно, можно назвать играбельными, но это явно не то, чего ожидаешь от платформы 2023 года. Выхода за пределы 8 ГБ ОЗУ нет, что еще раз доказывает бесполезность установки 16 ГБ в пару к такому процессору. Ну и под конец старая киберспортивная классика от Valve. Full HD и низкие настройки графики наконец-то позволят поиграть, даже в открытых локациях кадры редко падают ниже 50. Фризы случаются, но сыграть пару каток перед сном вот в это получится. Пару слов о тестовом и в прямом смысле дешевом Acer Aspire Lite 14. Тест на MacBook он не проходит, петли перетянуты, собран неплохо из добротного пластика, большая клавиатура с русской раскладкой, без принтскрина и подсветки, из портов Trio USB-A, USB-C с поддержкой зарядки, HDMI и слот для SD-карт. Зарядник в комплекте проприетарный, но при желании можно легко обойтись блоком от смартфона. Ноутбуку нужно всего 36 Вт. Экран. Дешманская китайская 14-дюймовая IPS-матрица 1920х1200 с покрытием 2 третей sRGB. Поэтому для работы она не подойдет. Но фильмы смотреть можно. SSD на 256 ГБ, поднебесный ноунейм Hogue, выдает порядка 2-3 ГБ в секунду, при желании его можно заменить на более емкий. Внутри ноутбука обычный слот M.2, вообще поменять можно все, даже Wi-Fi адаптер, который тут от Intel, и честно выдает 300 Мбит в секунду. Аккумулятора на 45 Вт часов с учетом энергоэффективного процессора хватило на 5,5 часов просмотра ролика с YouTube при 50% яркости. Так что в офисном режиме он продержится весь рабочий день. Динамики просто есть, без басов, с эффектом треска в пиках. А вот вебка на 2 Мп удивила неплохой записью Full HD. Микрофоны тоже не самые худшие. В общем, для звонков по зуму ноутбук сгодится. Тест звука и микрофона ноутбука Acer Lite 14. На протяжении всех тестов меня преследовала одна мысль. Ведь могло получиться хорошо. К процессорной части N100 вообще никаких претензий. Синтетика показывает, что 4 малых ядра конкурируют с гиперпнями и даже Core i5 времен Skylake, что для 10-ваттного мобильного камня отличный результат. Но поддержка всего одного модуля памяти с порезанным контроллером ставит жирный крест на любых применениях N100, кроме офисно-мультимедийных. Зажатая оперативка замедляет и без того. Чахлый процессор. А в случае с графикой это вообще катастрофа. Ведь для нее ОЗУ это видеопамять. Только вдумайтесь, на свежей платформе из 2023 года лагает Skyrim и Fallout New Vegas. Поэтому нет никакого смысла рассматривать старший Elder Lake N. Один модуль стоковый DDR5 убивает весь потенциал этих камней в большинстве игрушек и рабочих задачах. Для кого Intel выпустила восьмиядерный N300, возможно, нужно спросить у тракториста. Этим камням жизненно необходима быстрая память. Единственный плюс младших Intel N это зионная цена. Мобильный ПК на таких четырех ядерниках можно найти дешевле десятки. И это идеальный вариант компьютера для учебы. Устройства с N100 и N97 легко тянут 4К в 60 фпс с ютуба. Не будет никаких проблем с документами и таблицами. При желании получится быстро отредактировать фото или обрезать видео. Ноутбуки с самыми простыми Core i3 стартуют от тридцатки. А вот на Intel N100 есть лэптопы дешевле 20 тысяч. Процессор максимально энергоэффективен. Для него не нужна громоздкая система охлаждения. И даже небольшой аккумулятор на 45 ватт-часов обеспечит полный рабочий день. Получается, Elderly Ken находится в состоянии суперпозиции. С одной стороны, это огромный шаг вперед по сравнению с атомными селеронами и пеньками прошлых поколений. И глупо предъявлять серьезные требования к устройствам, которые столько стоят. С другой, искусственная кастрация как непреодолимый ограничитель. Хочется надеяться, что в следующей линейке Intel N компания одумается и вернет этим камням двухканальную память. Чем разом снимет все вопросы к производительности. В общем, если ваши задачи интернет, сериалы, ютубчик, документы за недорого. N-процессор и неплохой выбор. Это не реклама. Я увидел этот ноут по скидке на Пеппере. Как раз планировали сделать что-то про N-линейку. Сейчас вообще во всем все видят рекламу. Прошлый обзор готового системника – это был пример действительно нормального, собранного, готового ПК от компании. В котором есть свои минусы, но за свои деньги это неплохо, а не какой-то трэш-обзор чего-то плохого. В общем, жду ваших комментариев. На связи был МК, меня зовут Михаил Крошин. В описании, там вот внизу, ссылочки на нашу телегу и группу ВКонтакте. Читайте новости там. Там же я иногда появляюсь. Еще увидимся. Пока.